Продолжение следует... Почему блокчейн популярен? Что это за технология? Где она применяется? Поговорим о перспективах, о будущем. И спикер у нас Артем Абручников, разработчик DSR. Если у вас будут какие-то вопросы, то можно задавать Артему по ходу, можно после доклада его. И потом мы прервемся на портфу-брейк. И через 15 минут продолжим. И Никита Хотелки, встань с вас, вы все видели. Реализуют USPS вместе с вами. Поэтому я рекомендую тех, кто сидит на последних рядах, потом чуть поближе переместиться. Вам будет лучше видно, что происходит на экране. Вот. Сейчас передаю слово Артему. Вот вопросы задавайте. Спасибо. Здравствуйте еще раз всем. Спасибо большое, что вы сегодня пришли послушать. То, что мы хотим вам рассказать. Тема сегодня, как вы догадались, пойдет о блокчейне. Конкретно мы расскажем о том, еще раз пройдемся по тому, что это, собственно, такое. Застрим внимание на вариантах его использования. У нас бывает трансляция, ведется. Хорошо. Застрим внимание на том, где он используется, применяется. Ну и, соответственно, попутно обсудим, что, собственно, дальше, какие у него перспективы. Учитывая его состояние на данный момент. Ну, мы постарались сделать эту презентацию как интересной для нетехнических людей, так и технически подковных. То есть, в основном, какие-то такие, постараемся в таком стиле вести. Итак, вкратце, еще раз. Мы пробежались сначала немножко по истории, то есть, с чего собственно начался блокчейн, как он стал тем, чем он есть. Обсудим, почему он популярен, немножко покопаемся в его внутренностях, на поверхностном уровне. Перейдем к самому главному, к варианту использования, которые нашли свое применение во многих властях в современном мире. И немножко, как я уже сказал, обозрение перспективы. В конце будет возможность задать вопросы, но если у вас появляется желание задать свой вопрос сейчас, как это по какому-то слайду, то, пожалуйста, поднимайте руку, прерывайте, я отвечу. Давайте начнем. Как таковой блокчейн невозможно себе представить без цифровой валюты, поскольку он изначально родился из нее, то бишь, криптовалюты. А история самой криптовалюты, на самом деле, не такая распространенная. История как таковой цифровой валюты началась в 1989 году, когда была основана компания DigiCash. Основал ее некий Дэвид Чаун. Это известный американский ученый, криптограф, собственно, изобретатель слепой подписи, собственно говоря, которую он и применил, чтобы сделать первую в мире анонимную цифровую валюту. Суть заключалась в следующее. Чаун, если вкратце, то клиент банка мог обменять некоторое количество своих средств на специально подписанную, на специально подписанную, так скажем, бумажку, на специально подписанную бумажку, или цифровое какое-то представление этой бумажки, которая была особо образом подписана. И в дальнейшем это представление можно было использовать для того, чтобы сделать перевод. В конце концов, технология выглядела таким образом, что невозможно было понять, кто был отправителем, получателем. Только банк знал, что он должен перевести такое количество средств. Это была довольно интересная технология, и много кто заинтересовался. Но по ряду причин, в том числе таких, что Дэвид Чамп был сторонником стандартов и патентов, переговоры с банками довольно сильно затягивались. И в результате, и в том числе, в принципе, людям это не особо нужно было, потому что все верили в середины карты, они пользовались ими каждый день и не чувствовали необходимости в анонимности, которая представлялась Диджей Кэшем, как главное преимущество. В итоге, в 1999-м, компания банк крутилась. Логическим продолжателем Диджей Кэша можно считать такую знаменитую штуку, как Иголд, основанную в 1996-м году Дугласом Джексоном и Барри Дауни, которые, кстати говоря, вообще не были айтишниками и никакими техническими. Это был врач-анковод и адвокат, ну, просто предприимчивые ребята. Предприимчивые ребята придумали очень интересную идею. А что, если создать цифровую валюту, подкрепленную чем-либо? Например, золото. Ребята взяли некоторое количество золотых монет, положили их на депозит в один из банков и открыли свой веб-сайт. И сказали, что мы обмениваем вам гарантию того, что часть лежащих этих золотых монет, банковской ячейки, это вот является представлением нашей валюты. Иначе говоря, динаминацией золота, лежащего в их ячейке. И это была по-настоящему революционная идея, поскольку, можно сказать, это была первая какая-либо альтернатива банковским платежам. И, соответственно, Анна запомнилась многим как первое средство платежа без кредитной карты и первое средство микроплатежей, то есть переведение небольшого количества денег. В то время у банков были или большие комиссии, или это было долго, неудобно. С иболтом же, когда все было довольно элементарно, это завоевало популярность настолько, что вот с момента основания, в 1996, в итоге, после множества всяких приключений, которые случились с этой компанией, было зарегистрировано 5 миллионов аккаунтов в 2009 году, что для довольно такой экспериментальной вещи, для тех времен, было довольно классно, круто. Какая у e-gold сложилась судьба? Не очень. e-gold, на тот момент, когда его основали, еще у банков-то не было адекватных нормальных систем защиты для именно цифровой сферы, и в принципе они существовали, и надеяться на то, что пара ребят на нефтагарнисты сможет сделать что-то круче, но это было хуже, это было маловероятно. В итоге e-gold стал жертвой хакерских атак, через него отмывались деньги, многие аккаунты крали, естественно, людям это не нравилось, естественно, это не нравилось и правительству. Есть одна такая история, что когда ребята основали контору, они пришли в бюро по регистрации, в бюро для регистрации лицензии на обмене, но им отказали, потому что сказали, что золото не является валютой, как бы вы можете, и виртуальное золото не является валютой, вы можете не волноваться, вам не нужна лицензия. После некоторых событий, в том числе печальных, 9 сентября, ужесточилось эконодательство США в плане, особенно, торговли золотом, и ребят привлекли по статье. Ну, они отделались штрафом, исправительными работами, но потом, когда они пришли, опять просветить цензию и встарали, а мы не работаем с уголовниками. Ребят все уже вы себя показали. Ну, и в совокупности это дало то, что компания 2009 году росла. Здесь можно перейти теперь к следующему витку, как раз к нашему любимому биткоину. Опубликованный в 2008 году документ на одном из криптографических сайтов за авторством Сатоши Накамото представил идею пилинговой валюты, которой не было центрального органа. И, говоря о свойствах этой валюты, мы будем их сравнивать с предшественниками и смотреть, почему пока биткоин не постигла судьба предшественников. Ну, самое первое – это анонимность пользователей, заложенная туда по дизайну. Это значило то, что тебе достаточно скачать клиент, подключиться к сети и создать свой идентификатор, который будет уникальным в любом случае, который ты можешь создать даже офлайн, потому что невозможно подобрать еще один такой же случайно. Это в отличие от… ну, у учаума были подобные идеи, но многим понравилось, что есть такое свойство. Публичность открытых данных – принципиальная особенность биткоина и в чем, можно сказать, раздельное его отличие. Как можно вообще защитить данные? Они могут храниться или у одного человека, и он будет у одного банка, государственного сервиса, и он будет настраивать все больше и больше уровней защиты над этими данными, чтобы предотвратить всевозможные атаки. Или такой иначе еще возможный вариант. То есть там возможно хранить информацию о чем-либо, о сделках, о чем угодно. Если у него одного человека, значит, тогда они должны храниться у всех. Вот, в принципе, и есть главная идея биткоина, благодаря которой мы стал так популярным. Если они есть у всех, значит, они должны быть открытыми. То есть каждый может подключиться, абсолютно любой человек, имеющий интернет, он скачается, и все, у него будет полный обзор всех данных, и, соответственно, это значит, что они будут открыты всем. Следующая довольно интересная вещь, тоже в сравнении с централизованными системами, довольно инновативная, это неизменяемость данных. В связи с тем, что данные видны всем, у них еще есть такое свойство, что это нельзя отредактировать, деталить, наверняка многие это знают. В отличие от тех же централизованных систем, где, в принципе, хозяин мог делать разные нехорошие вещи, например, в своих целях. И тоже принципиальный момент, который отличал биткоина от централизованных систем, это защита от взлома. То есть централизованная система в основе своей полагается на то, что помимо, что у человека есть пароль, эта сама централизованная система в себе предотвращала доступ кого-либо к ней. В случае же с биткоином, вся обязанность по защите своих средств вложилась на конечного пользователя, потому что единственный способ получить доступ к своим финансам и оперировать ими, это был, собственно, приватный ключ, который хранился у человека на телефоне, в компьютере. И здесь, с этого момента, мы перейдем к такому понятию, как блокчейн. Блокчейн. Как много в этом слове? Для начала небольшая ремарочка. Пройдемся по тому, что, собственно, блокчейн является. То есть сейчас распространено такое понятие, как блокчейн-система. Но, по правде говоря, если мы будем исходить из лексики самого слова, то блокчейн, спочка блоков, это не что иное, что уже давно существовавшее, это хэшэнкэринг, то есть это тот же гид, это просто ссылка слепых от одного куска данных на более меньший, который можно написать куда-то другое. В современном мире утвердилось немножко другое, более широкое понятие, которое включает в себя еще ряд характерных особенностей. Среди них первое. Распределенность. Это значит, что блокчейн-система, если мы говорим о таковой, она будет априори разделена, разнесена между несколькими участниками. Второе. Децентрализованность. Это свойство означает, что среди этих участников они или все одноранговые и не имеют какой-либо власти на всей системе, или есть определенный круг участников, которые следят друг за другом, чтобы никто не смошенничал, чтобы система сохранялась в целостности. Следующим важным фактором является отсенция протоколов. После того, как мы распределили всех, децентрализовали, никто не главный, мы должны научить их общаться друг с другом. Для того, чтобы они могли понимать друг друга, нужны протоколы, которые помогают общаться в узлам в децентрализованных сетях. Слава Богу, это как бы область науки уже еще давно была известна, и такие протоколы существовали. Но, кстати говоря, Bitcoin, допустим, я этим не воспользовался, он вообще воспользовался Proof of Work, который изначально назначался для защиты от спама в почтовых ящиках. Еще одно свойство, собственно, о котором мы уже говорили, это неизменность данных. Что гарантирует ее блокчейн? В блокчейне ее гарантируют по-разному. В основном это хэш-эндхэн, то есть ссылка хэша с одних данных на другие, или Merkle 3s, более сложные структуры, которые представлены допустим в том же эфириуме. В любом случае их цель сделать так, чтобы данные связались с друг с другом и или было невозможно или очень сложно их разорвать. Так, поговорили о блокчейне, теперь перейдем к нашим вариантам использования. Ну, соответственно, никуда не деться без криптовалюты, немножко рассмотрим ее с точки зрения того, чем она должна была стать, чем она является сейчас. Посмотрим такую интересную область смарт-контракта, которая вместе с ними сродилась. Один из самых популярных рассмотрим из кейсов это цифровая личность, рассмотрим финтех, банки одни из тех, кто топит за блокчейн и больше всего средств удобревают. Электронное правительство, IoT, тоже многим интересная тема. И в конце немножко технической части рассмотрим немножко выливание интерпрайса в блокчейн. Как это вообще произошло? Криптовалюты. Чем это должно было быть изначально и чем это стало на самом деле? В оригинальной статье за то, что на кому-то говорилось. Биткоин это платежная средствия, с помощью которого люди могут обмениваться деньгами друг между другом. И такая была его изначальная задача. И на самом деле, если посмотреть даже грех установлен, как я ему рассказали о блокчейне, он приехал на соседание и сказал, что все, банки не нужны. В принципе, оно в оригинале так и было, что это могло полностью вообще все изменить. Оно изменило, но чуть по-другому. В итоге, сейчас, чем сейчас является валюта по факту, это такой спекулятивный инструмент, который развалили наш блокчейн светлого будущего, который что мог сделать? Да, пожалуйста, отказаться от типичной нам привычной банковской системы, которая почти повсюду в современном мире и принести криптовалюту, когда каждый человек мог чувствовать себя как бы самобутным, самодостаточным. Ну, нельзя точно предсказать, как бы это изменил мир, но явно радикально. Сейчас же довольно тяжело использовать биткоин в качестве средства оплаты, потому что ты утром встал, занес себе 500 рублей на биткоин, пошел на работу, хочешь в нем заказать себе пиццу, там уже 100 рублей. Ты не попашки, сидишь, голодный сгод. Ну, это главный вариант использования криптовалют. Но есть другая сторона. Возможно, оно так и не могло случиться изначально. Не могло случиться такое, что выпустили, объявили то, что биткоин существует, и все, мир поменялся. Возможно, к этому нужен длительный путь, эволюция, собственно, в качестве которого можно и рассмотреть то огромное количество криптовалют, которые появляются в последнее время. И даже эти самые трейдеры, может быть, это не так уж и неплохо, если они раздули столько хайпа вокруг криптовалют, и это побудило к множественным научным исследованиям, развития криптовалют, то, может быть, в конце концов, это не так уж и плохо. Собственно, сейчас и попробуем посмотреть слегка на те криптовалюты, которые двигают нас к светлому будущему блокчейну. Первое, это криптовалюты, которые гораздо улучшают анонимность в криптовалюте. В оригинальном биткоине мы уже сказали, что да, была анонимность, но по факту открытые данные содержали вот этот твой идентификатор. То есть, по сути, если ты его завел, если это, допустим, публичная персона или персона, которая обменивается с многими людьми, вынуждена обмениваться, то так или иначе тебя могут определить и соотнести с твоим идентификатором. Вот, например, здесь приведены три примера криптовалют, которые, собственно, смогли от этого избавиться. Зероногичпроф, о нем мы еще сегодня поговорим. Довольно интересная штука, что она позволяет сделать. Реализованно в монетке ССКаш, что она позволяет сделать. То, что в блокчейне в итоге будет записана некая билиберда, посмотрев на которую ты не поймешь ничего, не увидишь ни именправителя, ни принимающего, ни количества не узнаешь, но всегда принимающий сможет доказать, что вот в этот момент мне отправили столько денег, смотря на эту билиберду, и что я их еще не потратил. То есть фактически это очень классная в своей основе идея, которая приносит огромное кусок мононитности. Похожие идеи реализованы в других монетах, но немножко по другим правилам там кольцевая подпись, когда ключи распределены между неким кругом участников, невозможно распознать, кто именно из этих участников сделал подпись, осуществил перевод. И Private Cent это некое чем-то схожее с миксерами, возможно, кто-то слышал, миксерами криптовалют, то есть запутывание транзакции так, что невозможно в итоге найти откуда, чего, кому, и даже сколько. О, у нас кидался вопрос, спасибо. Ну, вообще нет. Вообще никак. Если ты только не успеешь еще одну транзакцию послать, сразу же. То есть, если мы говорим про криптовалюту, вот у тебя есть доказатель, что это 500 рублей. Ты отправил эти 500 рублей, но как бы не понравилось тебе, как ты их отправил. Опять отправляешь следующую и вот как уже повезет. На самом деле в одноразовый адреса. Ты всегда можешь сказать, что посмотрите кофе транзакций, что на этот адрес было 10 переборов. Не слышал оплату биткоине, проблема оплаты биткоине, что относительная проблема, что сейчас создают одноразовые адреса для того, чтобы освещать оплату конкретно для одного человека. Ну, то есть, с одной стороны, это замусыривание, то есть, ты для всего одной оплаты для конкретного человека создают адрес, с другой стороны, их 256-й степень. Переходим дальше. Какие еще улучшения принесли нам криптовалюты? Это улучшение протокола консенсуса оригинальной. Proof of Work биткоина очевидно содержал в себе множество минусов, которые наглядно видны уже последние несколько лет. Их можно перечислить по пальцам. Это и низкая производительность, то есть, это 10 транзакций в секунду, что довольно смешно для той же визы, у которой там 6000 и более транзакций в секунду. Это проблема в масштабируемости сети. Ну, и еще несколько, которые я сейчас точно не вспомню, но основная проблема это производительность. А, то есть, проблема в самом алгоритме Proof of War в том, что он затрачивает электроэнергию, ну, вот какие альтернативы существуют. Proof of Stake, наверняка, который много слышал, который впервые был реализован в монетках NFT и BlackCoin, который позволял вместо высчитывания бесполезного хэша использовать вероятностные функции на основе того, сколько у тебя следствий на счету, и который обеспечивал больше защиты против новых типов атак, которые появились с приходом биткоина, например, защиты против атаки в сотовом процента. Еще из выдающихся алгоритмов, которые можно рассмотреть, это Каспер, который сейчас интегрируется в Эфириум, который является смесью Proof of Working и Proof of Stake, собственно, по руководству Виталия Кобудерина, который обеспечивает проблему большая того, что сейчас множество криптовалют централизованы в руках определенных полных майнеров, и как бы они всем этим не то чтобы пользуются, но это нехорошая тенденция, собственно, это и один из минусов Proof of Stake как такового чистого, опасность централизации. Вот в Каспере заявлено, что будет меньшая возможность централизации и улучшение масштабируемости сети. Ну, можно еще выделить такие монеты, как Bitcoin Cash Litecoin, из-за того, что у них довольно высокая производительность. можно сказать, что это не совсем честно, потому что где-то просто увеличили размер блока, то есть ничего существенно не принесли, но, тем не менее, это какие-либо такие испытания, которые двигают в правильном направлении. Почему не рассмотрел другие Proof of Stake? потому что Каспер может, наверное, выделить как один из самых выдающихся, так как его создает некий уже blockchain гигант, как Ethereum, во главе с Виталиевым. Так, перейдем. Можно добавить него? Да. Дело в том, что в Bitcoin есть еще одна. Графчев в цепи, в цепи, в цепи, в цепи, в цепи, большие недостаток, которые ты сделал популярными. Я слышал, не слышал, не слышал. Да, я просто... Мы говорили, почему в Bitcoin не вошел, скажем так, в средства ежедневных платежей, а скорее превратился в некий дэжевой инструмент для спекуляции. То есть, большая проблема в Bitcoin в том, что в нем, в принципе, невозможно сделать микротронзакцию. То есть, я прихожу там, не знаю, сейчас в автобус, оплачу 17 рублей с помощью карты Visa, это делается без проблем. В случае же в Bitcoin заплатить 17 рублей практически нельзя, поскольку 10 транзакций в секунду, да? И, естественно, это не одна какая-то подружная операция, это целый блок операций, но те майнеры, которые эти блоки рассчитывают по ним в хэше, заинтересованы в размере комиссии, которая пойдет. То есть, комиссия определяется разностью между тем, сколько люди хотят перевести и сколько они хотят заплатить комиссии майнера. Поэтому, для того, чтобы провести транзакцию в Bitcoin, надо предоставить большое количество майнеров, что комиссию майнеров присутствуют возможно только при проведении больших операций. То есть, ну, в порядке, ну, порядка, как минимум, несколько долларов, а то и выше. То есть, а в конечном счете идет это на сотни, на тысячи долларов. То есть, операции на ежедневных платежей в связи с низкой производительностью про-фо-борг практически невозможно. да, мне обязательно следует. Ага, да, еще один вопрос сейчас прокомментирую. Ну да, в принципе, это правда. То есть, то, что, во-первых, очень низкая пропускная способность, тебе нужно, чтобы твой транзак больше была комиссия. И плюс то, что майнеры тратят электричество на вычисления, соответственно, у них есть расходы, соответственно, у них обязаны быть выше дохода. То есть, движение к альтернативному алгоритму как раз один из таких неплохих вариантов развития. Аказано, вроде же, это промежуточный вариант на этот греховный там серийный вариант. Насколько я знаю, но я, насколько понял, его планируют именно внедрять. Он будет что-то среднее на пути перехода к профострику, но его планируют внедрить, сделав автор. А по поводу биткоина, там же шелайдинг надворк строится поверх биткоина, чтобы как раз делать эти транзакции более дешевых. Ну, вот про лейдинг сейчас не смогу сказать. Для него это является по сути аналог банков, только работающий с этим. но он же будет независимым от банков получается. Ну, это были одни люди, стали другие люди. Получается, в итоге, централизованная система, которая ничем практически от банков не получается. Но, сходят она уже можно организовать, правильно? Ну, наверное, да. Ну, на самом деле, для того, чтобы заплатить, например, в США биткоином законно, вы идете к некой организации, которая подказывает свой пластпорт, после этого она за вас и не ведет приводных ключей, которые, мне кажется, что он не отдает у себя где-то. И, как бы, формально мы пользуемся биткоином, но не шансы всех основных был применен. Единственное, что вроде как говорят, что мы же хотим себя, если переводить биткоины, чем перевод в нашей кинзии. банки не работают, и в нашей кинзии банки предлагаются большие комиссии. не прижило для тех, кто не слышал, мы просто обсуждали судьбу биткоина в очередной раз. Ладно, перейдем к следующему такому выдающемуся варианту использования блокчейна, это смарт-тонтракты. Смарт-тонтракты, вообще, рассмотрев любую информационную систему, в ней можно выделить две основных вещи, это информацию и способ оперирования этой информации. Вот, фактически, если то же самое сполицировать на биткоин, на все любые другие блокчейны, то те самые данные о наличии у вас на счету криптовалюты это данные, а смарт-тонтракты своеобразное описание того, как вы можете с ними работать. Некоторые идеи смарт-тонтрактов были заложены еще в биткоине. Там был стек стековый язык программирования, который допускал не давал большого простора для разнообразия, для каких-то интересных кейсов. То есть, вот самая банальная и самая частная операция, что он позволял сделать, это сделать перевод с одного кушения на другой, собственно, что и является основой биткоина. Эфир, ну, как многие уже знают, расширил эту идею, он сделал язык тюринг полным, а это значит, что на нем прорезывать можно почти почти что все что угодно и вот сейчас на этом остановимся попробуем немножко углубиться в что-то смарт-контракт и как это работает. Вот есть сеть, вот есть ней данные, с этими данными нужно как-то оперировать для того, чтобы но в какой момент забыл упомянуть то, что вся запись данных она согласована между распределенными децентрализованными соединенным концентрическим узлами. Как нам сделать так, чтобы все операции, которые производились, тоже были децентрализованы и прочее? Ну, ответ простой. Выполнить и каждый узел самостоятельно выполняет у себя эти операции и сверяется друг с другом, что у каждого результат выполнения един и правильный верят. То есть верифицируют и проверяют, что у нее такой же. Собственно, в эфире и многих почти других системах везде где есть смарт-контракты делается следующим образом. Сначала посылается транзакция на добавление смарт-контракта, который описывает а что вообще можно сделать, по-другому как-то направить возможно встроенную криптовалюту как в эфире или где нет встроенной криптовалюте по сумму расположить данные и потом уже другие пользователи используя определение заданного смарт-контракта могут эти данные записанные менять. Ну и собственно какие преимущества от использования того, что может предотвращать падение серверов, поскольку теперь при операции с данными вы полагаетесь не на единый сервер а на распределенную сеть блокчейна, избавляет вас от цензуры собственно, потому что никто вам не может запретить послать и от кражи собственно ваших данных и изменения их поскольку опять же блокчейн. Ну проведем можно разделить условно смарт-контракты, которые реализованы в криптовалютах это одни из самых выдающихся Ethereum, Waves, EOS и другая тройка это фабрики зону корда, например, то, где смарт-контракт реализованы не в виде криптовалют, а направлены на операции внутри какой-то закрытой сети, на операции именно с данными более. Итак, основные какие у него преимущества, точнее, какие основные варианты использования смарт-контрактов. Чаще всего он используется как просто регистр для хранения какой-либо информации или от документов или данных у человека но это мы рассмотрим дальше, то есть большинство кейсов на этом основе. Популярным безумно стало создание токенов, поскольку теперь для того, чтобы создать фактически свою криптовалюту вам не нужно изучать горы мануалов, вы просто заходите в криптовалюту и создаете правила криптовалюты внутри криптовалюты. Это гораздо легче, вам нужно знать его язык, даже не обязательно язык, появились уже стандарты, на основании которых вы можете зайти на шаблоне, набросать, что вы хотите, и у вас будет своя криптовалюта. Интересный кейс применения, который приближает нас к великому блокчейну будущего, возможно, это национальная криптовалюта, идея очень классная, массировалась в медиа, но применили ее пока только в Венесуэле, криптовалюта Петер, но конец не очень рядом с криптокотиками где-то на уровне. Криптокотики и вообще все виртуальные нельзя их назвать токенами, потому что особенность токенов, что зачастую они представляют какую-то реальную ценность, то есть можно вспомнить и футбольные команды выпускали свои токены для того, чтобы дешевле билеты брать и участвовать в каких-то голосованиях, или компании выпускали те же самое ICO тоже для принятия участия в решении компаний, даже какой-то кейс с банановой фермы, как мы это уже совсем так, когда невыращенные бананы за токены меняли. Отличие же Digital Assets в том, что это некая сущность внутри блокчейна, которая, можно сказать, в некой игровой форме не привязана ни к чему реальному, например, как криптокотики. Это как бы выглядит смешно, многие наверняка слышали, что просто выпустилась такая игра, где ты можешь разводить котиков, скрещивать их, там рождается новый, они стоят разные, вариант рождения может быть круче, надо круче, круче, круче. Это было бы смешно, если бы за 5 дней 6 миллионов, 3 миллиона долларов не собрал, и самый дорогой котик не стоил около 115 тысяч долларов. Но, как бы, как есть, так есть. и перейдем к следующему довольно интересному кейсу, который сейчас устроен, это цифровая личность. И какие причины вообще в появлении этого кейса? Во-первых, множество таких прецедентов, как ошибки централизованных систем, то есть это и введение частных данных из социальной сети, переписок, и в частности такой относительно популярный кейс, как торговля личными данными в государственных структурах. Это прям очень популярно по своим причинам, которым мы будем даваться. Потом, собственно, то, для чего предназначен блокчейн, работает с чувствительной информацией. Личные данные являются чувствительной информацией. и доверие. То есть ты доверяешь свои личные данные и кому это можешь делать, если не наш древиум угол чин. Поподробнее чуть-чуть рассмотрим кейсы, которые сейчас существуют на данный момент. Вот широко известная в узких кругах Hyperledger Indie, которая ориентирована непосредственно на личность, на работу с данными конкретного человека, который позволяет делать множество common cases, значит, что она предназначена для реальной жизни, что ты пошел на работу, у тебя есть свидетельство о том, что ты работаешь, ты хочешь взять кредит, ты идешь в банк, предоставляешь свидетельство о том, что ты работаешь, и все это зашифровано так очень классно, в том числе с уже упомянутой The No Leach Proof, которая как можно очень в медицине, поскольку опять же чувствительные данные, поскольку нужны свои довольно тонкие use case по передаче диагнозов пациентов, которые в разных странах по-разному регулируются, это тоже довольно чувствительная информация, и распространение кейсов используем с контролем блокчейн-систем, идентификационных подозначенных именно для здравоохранения, ну, примеры, как MyClinic, MedicalChain, в MyClinic, по-моему, даже можно инвестироваться, то есть это круто, для блокчейн-проекта это круто. U-Board интересная идея для того, чтобы создавать свою цифровую личность в эфириуме, так как уже довольно много проектов созданы в эфириуме, то появилась такая идея создать еще один стандарт, который позволил бы человеку определять себя внутри вот этой системы эфириуме, что если появится что-то, для чего тебе потребуется предоставить свою личность, ты сразу знаешь, у меня есть личность, она замерена определенными людьми, я ее предоставляю, за счет этого получаю доступ к определенным смарт-контрактам, могу с ними взаимодействовать. Ну, тоже интересный кейс слов «тарено», это идентификация машины, отслеживание всех дорожных происшествий с ней, для того, чтобы, соответственно, это не скрывали, отслеживание деталей машины, для того, чтобы тоже их нельзя было подменить, для высчитывания страховок, для прохождения, проходишь ли это регулярно ТО, довольно интересный кейс, пока он находится в процессе своего развития. Финтех, как я уже говорил, банки это одни из тех, кто вливает больше всего денег, потому что у них в принципе больше всего денег в блокчейн, ну и поскольку изначально как бы это была прямая угроза существования банков, но возможно только для меня, но я это так видел, но это было довольно похоже на ТО. Но они начали его изучать, пытаться применить, создался довольно известный R3 консорциум, это сообщество 70 и даже уже больше банков, которые объединяют свои усилия на тем, чтобы работать над кейсами для банковской области. Две стороны того, как может изменить блокчейн финтех, в частности банковскую область. С одной стороны, не очень выгодно его использовать, потому что децентрализация всегда приводит к лишним действиям вокруг того, что нужно записать одну конкретную транзакцию, что видно отчетливо на примерах пропускной способности крифтовалит. С другой стороны, блокчейн при умелой интеграции сможет избавиться от значительной части бюрократии. Что, кстати, видно на таких примерах, как аккредитив, который был выполнен специалистом технических банков Барклайс, довольно известный кейс, где аккредитив это когда если вкратце залоговая сделка, то есть передача денег в одну сторону, товаров в другую сторону, и по их заявлениям это все было быстрее, удобнее и все было качественно сделано. Может, потому что за них, конечно, следили, это было быстрее, можете заполучить. QIC, Know Your Customer, банкам необходимо общаться, для того, чтобы быстрее получать доступ к информации от человека, который к ним пришел, можно хранить использовать кейс, можно хранить его информацию от blockchain и предоставлять друг другу, обмениваться. В общем, тоже довольно естественно. Интересный кейс, в том числе и наш родной российский мастер-чейн пытался реализовать этот кейс. Одни из самых известных представителей это, можно сказать, кембридж-блодчейн, CU-леджер, который основан на одной платформе Инди. Следующий кейс, трансграничные платежи, вроде как, тоже довольно интересный кейс, такая криптовалюта, как Рипл, многие, наверное, слышали, в этом замешана и технология Экскюрент, реализовал ее, вроде как, банксом Сан-Та-Та-Дэрн. И цепочка поставок. Очень интересный кейс, в частности, его реализуют IBM и Майерск. Майерск – это судоходная компания, которая перемещает грузы из одного места в другое. он сейчас как раз развивается и сейчас уже подписаны контракты с Российской Федерацией в том числе на 2019 год для того, чтобы интегрировать эту систему. Если вкратце, то туда включены государственные органы, контролирующие органы, датчики на кораблях, датчики на машинах, чтобы отслеживать, как у вас перемещается ваш груз, чтобы все это было быстрее, излишних задержек. Довольно интересно. Электронное правительство. Ну, здесь можно выделить, голосование, например, Follow My Gold, регистр земельной собственности, пример был в Грузии, к сожалению, не так много сейчас информации о нем, но он имеет место быть. В Арабских Эмиратах запустили полноценную программу по превращению всего документа оборота на переводе его на блокчейн. Интересных есть кейс в США есть, где регистрируют компании и обмен акциями внутри них тоже через блокчейн. И BCGov, это что-то вроде инфекционной платформы, но тоже очень сильно интегрировано с государством. кейс. IT. Довольно многим тоже интересный кейс, кто этим увлекается. И да, сейчас есть варианты, как их можно совместить, например, private key инфраструкция, для того, чтобы хранить свои сертификаты на блокчейне, и чтобы IoT-устройство, разбросанные там по дому или где угодно, могло сразу с блокчейна подтягивать необходимые сертификаты, могло отличаться с другими устройствами, которые находятся в доме, и понимать, что они на самом деле те, кого с собой обновляют, общаться со своим производителем, получать от него доверенное обновление. Ну, вот, как пример, можно с Artcoin, Lifeline привести такие варианты лимитации этой технологии. Делегация довольно интересная, то есть с помощью блокчейна в теории можно организовать кейс, пророк того, что вы уезжаете в отпуск, оставляете свою, но вам нужно поливать цветы, вы просите своего соседа, что приходим у него в такое время пожалуйста, поливаемые цветы и даешь своему цифровому замку через старт-контракт команду, что в такое-то время вот такой-то ключ можно впускать. Потом выпускаешь, да? Лучше автополив сделать. Да, автополив наглухчение, почему нет? И еще один такой интересный кейс, который можно рассмотреть в IoT, это собственно взаимодействие между IoT-устройствами по неким универсальным путям, универсальным протоколам, интерфейсам, уникальным стандартам, которые там хранятся которые всех должны придерживаться. Если они обновляются, то все обязаны их обновить. Быстро пробежимся по платформам. Соответственно, это Umbrella Project от Linux, Hyperledger, а, вообще, что это такое платформа? По слову, как криптовалюта все это замешалось, закрутилось, Enterprise прибрал свои кровавые руки и говорит, я тоже хочу блокчейн. Но, как бы, было видно, что с помощью ни биткоина, не очень по своей сути все, что появлялось, оно не очень подходило под нужды этих всех ваших корпораций. Поэтому решили, надо массированное так завоевать и освоить эту местность. соответственно, Linux основал Amrella Project, который собирает свои проекты на развитие, помогает им в какой-то степени. можно выделить Indie, классная идентификационная платформа. Fabric, одно из самых известных решений, реально крутое, очень модульное, с помощью которого можно много чего реализовать, но сложно. Samtus, интересное решение от Intel, где вместо того, чтобы, вместо, ну, одной из отличительных особенностей является то, что вместо майнинга делает специальный шаг ожидания, который можно сделать с помощью интеловского процессора, большинство инстеловских процессоров, SGX-модуля. Соответственно, это избавляет нас от нужды вычислять хэши. Ироха, из особенностей, ну, в принципе, то же самое, то есть, там есть сам контракты, это платформа, на ней можно все делать, но можно выделить то, что предназначено для мобильных устройств, для интероперабельности с ними. R3-корда, R3-корда, это вот тот самый конструкционный с кучей банков, реализовали младший платформу корда, в которой направили все свои силы на реализацию, на актуализацию понятия смарт-контракта и привнесение смарт-контракта в реальную жизнь, то есть, конкретные кейсы с бизнесом, все направлено на это, на заключение договоров, контракты сделаем и так далее. И к зону интересный проект от наших соотечественников, по их заявлениям выделяется довольно высокой производительностью. Tandermint тоже еще одна платформа, тоже довольно интересно, включается своим интересным протоколом. Буквально быстро пробежимся, но тут не получится быстро, но я попытаюсь. Это диаграмма цикл популярности той или иной технологии, и это в конце 2017 года правило исследования о том, какие собственно кейсы существуют, вкратце сначала о диаграмме вот этого популярность, точнее ожидание технологии, ну и вот как бы со временем предполагается, что любая технология сначала идет вверх, потом все в ней разочаровываются, потом постепенно преодолевают свои недостатки, постепенно-постепенно и она выходит на какую-то постоянную, на которой можно ее использовать. из таких моментов можно отметить, что большинство будет всего, что есть в локчении, и вот парочка всего здесь, и причем в ликтовалют, это было наконец 2018 года, они уже почти самым низом, там они просяли курс бутвайма, все было не очень классно. Ну, значит, по ожиданиям, по ожиданиям, здесь большинство синих кружочков и желтых треугольников, но это значит от 5 до 10 и больше 10 лет. Вот такие вот в основном у Гартнера по большинству кейсов ожидания того, когда, собственно, все это на стане будет актуальным. Так, подведем итоги, что у нас есть. Блокчейн родился из цифровых валют, но на данный момент отделился и уже можно его воспринимать как самостоятельную технологию. Главная его особенность в том, что он может задавать доверие к среду, внутри которой можно участникам, не доверяющим друг другу как-то взаимодействовать. Главное, в принципе, если отбросить какие-то отдельные кейсы, главная область применения это определение личности, identity и цифровые средства, то есть там, начиная от криптовалют, заканчивая криптокотиками, ICO-шками и всем прочим. Хорошее можно назвать то, что на данный момент развитие криптовалют и вообще в принципе блокчейна побудилось сильное развитие такого научного отрасли, как раз уделенные сети. И множество научных статей написано и село на ноль святую область, что нельзя назвать плохим. То есть развитие науки это не так уж и плохо. И тенденция в том, что компании продолжают инвестировать все больше и больше блокчейн-проекта, то есть это не останавливается и в принципе хорошо для нас, тех, кто верит в прекрасный блокчейн будущего. Спасибо. Спасибо.